Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас в Доме знаний. Меня зовут Написадзу Баруина. Ребята, из материала, изученного на прошлых вебинарах, мы знаем, что простое предложение может быть осложненным. Чем оно может быть осложненным? Это ряды однородных членов предложения, обращения, вводные слова и предложения. А сегодня мы узнаем, чем еще может быть осложнено простое предложение. Перед нами новая тема – обособленные члены предложения, понятие об обособлении. Цель нашего вебинара – узнать, что такое обособление, какие члены предложения могут обособляться. Обособленными могут быть только второстепенные члены предложения. Все они имеют как общие, так и собственные правила обособления. Давайте обратимся к толковому словарю Сергея Ожегова и узнаем, что же такое обособленный. Итак, первое значение. Обособленный – значит стоящий особняком, отдельное. Например, занимать обособленное положение. А и второе значение в грамматике. Обособленный – значит являющийся самостоятельной по интонации составной частью предложения. Например, обособленный второстепенный член предложения. Итак, обособиться – значит как-то отделиться, выделиться. Например, они живут обособленно. В русском языке обособить – значит выделить по смыслу. Однокоренные слова к слову обособленные – это особо, особенный, обособленный. Значит, ребята, обособление – значит это выделение. А теперь прочитаем теоретический материал из вашего учебника. Выделение второстепенных членов по смыслу называется обособлением. Языковым средством обособления служит интонация. Выделенные второстепенные члены называются обособленными второстепенными членами. На письме обособленные второстепенные члены выделяются запятыми, реже знаком тире. Вообще, впервые этот термин обособления начали использовать в русском языке в 1914 году и был введен лингвистом Александром Матвеевичем Пешковским. Были выделены следующие признаки существования обособления в предложениях. Итак, первое – наличие слов, зависящих от обособления. Второе – инверсивный порядок слов. Третье – наличие дополняющих слов, наличие дополняющих смысловых словесных оборотов. Итак, каковы же функции обособления? Какую роль оно играет в предложении? Предоставление дополнительной характеристики лица, предмета или действия. Предложение наполняется уточняющим смысловым наполнением, так как детально объясняет то, о чем говорится в основной его части, и насыщает предложение экспрессивным характером. Все обособленные члены делятся на две группы. Это обособленные члены со значением добавочного сказуемого и обособленные члены со значением уточнения. Значения добавочного сказуемого могут иметь обособленные определения, приложения и обстоятельства. Так какие же нам знакомы виды обособления? Давайте вспомним их и разберем примеры. Итак, обособленные дополнения. Обособленные дополнения – это выделенные поддержные формы с предлогами или предложными сочетаниями, такими как «кроме», «помимо», «сверх», «за исключением», «включая» и другие, имеющие значение «исключение», «включение» и «замещение». Например, от сытного обеда все гости были веселые, кроме старой барыни. Многие из учеников, помимо лопаток, принесли еще и грабли. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Следующий вид – это обособленные обстоятельства. Они могут выражаться дейпричастными оборотами, одиночными дейпричастиями, а также существительными с предлогами, такими как «несмотря на», «согласно», «благодаря», «вопреки», «попречине» и другие. Например, крупные капли дождя разбивались о землю, превращаясь в пыль и мельчайшие брызги. Несмотря на погоду, мы решили выступать. Лисица, вздрогнув, стала прислушиваться, поэтому ввиду недостатка времени не будем отклоняться от темы. У дома летом рано утром всегда кричит молочник. Следующий вид – это обособленные определения. Они выражаются причастными оборотами, одиночными и однородными причастиями прилагательными, а также оборотами, состоящими из прилагательных или существительных зависимыми словами. Например, книги, прочитанные в детстве, помнятся всю жизнь. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. Я прожил жизнь, полную неожиданности. Коля в своей новой курточке с золотыми пуговками был героем дня. Следующий вид – обособленные приложения. Члены предложения, выступающие в функции приложения. Например, нравилась мне одна девушка – полька. Маленький седой батюшка в миру Макарий отличался особенным красноречием. А теперь я предлагаю немного потренироваться. Объясним, какие члены предложения нужно обособить в данных предложениях. Муж ее рабочего завода был на все руки мастер. Жасминовый куст, пестревший белыми цветами, виднелся издалека. Запершись в своей комнате, он горько плакал. Настроение экипажа сверх обыкновения было приподнятое. Я ничего не мог различить, кроме еле виднеющегося огонька вдали. Он выехал из дома, надеясь, что погода не испортится. Качающийся от ветра он едва не упал. А немцы дурнее думать, что мы их боимся. Около леса на поляне росли грибы. Давайте объясним, какие предложения нужно было обособить. В первом предложении нужно обособить приложение рабочий завода. Во втором обособляем определение, выраженное причастным оборотом, пестревший белыми цветами. В третьем предложении обособляем распространенное обстоятельство, выраженное причастным оборотом, запишись в своей комнате. В следующем предложении обособляем вводную конструкцию, сверх обыкновения. В шестом предложении обособляем нераспространенное обстоятельство. Значит, надеясь. Дальше. В седьмом. Следующее предложение – это в восьмом. Здесь я уже не вижу нумерации, но посмотрим. Обособляем приложение. Приложение – это как раз-таки слово «дурнее». А немцы дурнее думают, что мы их боимся. Дурнее – это приложение. В последнем предложении обособляем уточняющее обстоятельство места на поляне. А вот в предложении я ничего не мог различить, кроме еле виднеющегося огонька вдали. Мне кажется, мы его пропустили. Здесь мы обособляем дополнение. Кроме еле виднеющегося огонька вдали. На этом, ребята, наш вебинар подошел к концу. Встретимся на сайте Дома знаний. До свидания. Всего вам доброго.